Россия готовит новое наступление в Украине. Россия хотела бы повторить наступление по нескольким направлениям, как было 24 февраля. Издание Financial Times опубликовало материал о том, что наступление может произойти в течение 10 дней. Якобы информацию об этом передали украинским властям. Советник украинских военных сообщил, что Киев получил очень надежную информацию о намерениях России начать атаку, добавив, что она может произойти в течение 10 дней. Издание Financial Times. А министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что оккупанты могут приурочить свое новое наступление к годовщине полномасштабного вторжения в Украину. Мы ожидаем возможного российского наступления в феврале. Это с точки зрения символизма. Это нелогично с военной точки зрения, потому что у них не все ресурсы готовы, но они это делают. Главное управление разведки Украины считает, что российские войска пойдут в наступление на трех направлениях. Мы определили, что наступления войск РФ могут быть в Донецкой и Луганской областях, а также, возможно, в Запорожье. При этом в Херсонской области и в Крыму войска РФ будут вести оборону. Главное управление разведки Украины. Военные эксперты рассказывают, о каких именно территориях может идти речь. Это направления все, которые касаются северо-востока, востока и юго-востока. На сегодняшний день мы видим, что там концентрируется большее количество российских войск. Уже мы видим, что направление Луганское, так называемое, это направление по движению на Лиман. То есть видно, что российские войска хотят там сдерживать наступательные действия украинской стороны. Плюс попытаться атаковать и идти на Лиман Донецкой области, ну и растянуть наши силы там. Отсюда и добавились атаки на Купенск, Харьковская область. Кроме Луганского, еще одно направление для наступления – Донецкое. Это Бахмут, это Севернее Солидара, это Авдеевка, это Углидар. Там уже тоже прослеживаются ожесточенные бои. Российские войска несут очень серьезные потери. Ну и, конечно же, Россия хотела бы повторить наступление, как это было 24 февраля 2022 года. Но есть нюансы. Ну, во-первых, не хватает сил. Все же, несмотря на то, что они собрались в живую силу, не хватает, видно, российским силам танков, огневой поддержки, артиллерии. Все-таки они понесли серьезные потери в технике и продолжают ее нести. Поэтому наступление на столицу нереалистично. Киев, Чернигов, Сумы. Выглядит крайне сомнительно, что у России будет достаточно ресурсов, чтобы продвинуться туда. Да, скорее всего, они могут угрожать оттуда лишь небольшими силами для того, чтобы попытаться оттянуть наши силы из других направлений. Но каких-то непосредственных угроз именно с этого, с этих наступательных действий украинской столицы, я думаю, что их не предвидится. Президент Владимир Зеленский заявляет, что россияне действительно попытаются отыграться за прошлогоднее поражение уже в этом месяце. Но Украина должна выстоять. Уже есть много сообщений о том, что оккупанты хотят сделать в феврале что-то символическое. Попробовать отыграться за их прошлогоднее поражение. Очень тяжело в Донецкой области, ожесточенные бои. Но как бы ни было тяжело и каким бы ни было давлением мы должны выстоять. У нас нет другой альтернативы, как защищаться и победить. Для своих целей РФ продолжает наращивать живую силу. Продолжается мобилизация в России, несмотря на заявления, которые делались российским президентом Путиным о том, что мобилизация якобы остановлена. Указ российского президента, он остается в силе. И поэтому постоянно идет набор, просто это не разглашается. По разным данным, для наступления Москва планирует мобилизовать от 300 до 500 тысяч человек. Россия действительно хотела бы выйти на цифру 500 тысяч тех, кого они мобилизуют. И фактически для этих людей уготована роль стать живым щитом, изнадлежащей поддержки артиллерии, тяжелого вооружения танков. Просто российское руководство готово использовать этих людей для постоянных штурмовых атак. Просто как фактически пушечное мясо. Окупанты спешат перейти в наступление до начала поставок западной техники Украине. Якобы Путин приказал до марта захватить территории Донецкой и Луганской областей. Задачи, которые ставятся российским военным руководством, это задача минимум. Удержать оккупированные территории на юге, то есть это часть Херсонской, Запорожской области и Донецкой там, чтобы сохранить так называемый сухопутный коридор в Крым. Вторая задача это полноценный захват и оккупация Донецкой области в пределах ее административных границ. Ну и естественно контроль и оккупация полноценной Луганской области. Это если удастся, то это задача максимум в дальнейшем продвигаться по левому берегу Днепра, в сторону Запорожья и Днепра, что весьма сомнительно. В то же время реализация планов Кремля напрямую зависит от оснащения резервистов РФ, а также уровня, качество и темпов предоставления помощи Украине от западных партнеров. Начинает прибывать дальнобойная артиллерия. Нам для этого еще необходимы, мы ждем ракеты АТАК МС и JLSDB. Я думаю, что это все будет для того, чтобы разбивать российские дальние тылы, для того, чтобы не давать им развертывания проводить, бронетехника, но и также будут танки для будущего контрнаступления. И мы ждем также решения по самолетам и по поддержке с воздуха. Ну, как бы там ни было, Украина готова встретить врага на любом направлении. И сделает это достойно. Не все западное оружие успеет до нас дойти, но мы готовы. У нас есть ресурсы и резервы, с помощью которых мы способны выдержать удар. Украинские силы делают все возможное для отражения многих российских атак, наносят врагу достаточно серьезные потери и будут продолжать это делать. Пощады не будем. Субтитры создавал DimaTorzok